Всем привет! Сейчас вы меня видите при таком необычном освещении, потому что единственный источник света это луна. Сейчас я себя снимаю на Canon R 51.2, ISO 8000, она 25. И это та самая ситуация, когда эта камера даже не хочет фокусироваться. Поэтому я сфокусировался сейчас по штативу, по этой камере. И речь пойдет об астрофотографии. То есть я сейчас фотографирую звезды, правда небо чуть-чуть облачное, но все равно. У нас что-то да получится. Я уже сделал несколько кадров. И вот это видео, это знаете своего рода такой видеоответ, потому что мне человек задал вопрос, а можно ли заниматься астрофотографией на объектив Samyang 12 мм f2.0. У него был вопрос Samyang 12 мм f2.0 или же родной Fujik 16 мм f1.4. Типа нужна ли эта дополнительная ступень светосили. И вот мы сейчас это проверим. Но я вам сразу скажу, что можно снимать даже на 2.8, ничего страшного. То есть вот этот эффект, когда у вас начинают смазываться звезды, то есть у нас же земля окружается, там все как положено. И если вы ставите слишком длинную выдержку, то у вас получаются следы от звезд. Но фишка в том, чтобы получить этот смаз, вам нужна выдержка в несколько секунд. Может быть даже несколько десятков секунд. То есть я сейчас, например, камеру поставил на 15 минут выдержку специально, потому что я хотел получить, есть такой эффект, когда полностью у вас идет такой круг. Весь небосвод превращается в такую юлу. Но для этого нужна выдержка очень длинная, потому что даже там 4 минуты дает лишь небольшой смаз. Это я к ответу на вопрос, что там светосила 1.4, 2.0, ну не играет роли. Можно именно на 2.8, главное, чтобы объектив был резким и с хорошей разрешающей способностью. Ну и естественно равномерной резкостью по всему полю кадра. А фиксы этим требованиям соответствуют. Но, кстати, я сделал фотку вот на 15 минут. У меня фотик, судя по всему, еще 15 минут и будет обрабатывать. То есть я не могу сделать следующий кадр, потому что этот фуджик банально завис. А дальше мы с вами сразу перейдем в Capture One и посмотрим, что у меня получилось. Причем я сравню разные фокусные расстояния. Я сделаю кадры на Viltrex 23 мм, 1.4, на Samyang 12 мм, 2.0 и на Samyang Fisheye 8 мм, 2.8. Ну что ж, открываем. Первый кадр у нас идет на Viltrex. Видите, выдержка 5 секунд, F1.4. Приближаем на 100%. И посмотрим, что у нас тут с детализацией, как видно это и звезды. Ну, как видите, звезды видны. Видно также сильное винетирование на этом объективе, на открытой диафрагме. Вот это вот называется колма, но здесь она не сильно выражена. То есть вот это свечение такое боковое. То есть этот уровень еще не сильный. Небольшие хроматические аберрации, видите, вокруг звезд. Но это на открытой. И я снимал на ISA200 на нижнем значении. Потом, вот смотрите, 15 секунд, F2.8. То есть на 2.8 звезды очень резкие. Но тут вопрос, насколько они начнут смазываться. Смотрите, 15 секунд выдержка. И видно, что вот они чуть-чуть уже начинается это движение. Видите, вот звезды уже не четкие. То есть 15 секунд, все-таки, если вы хотите, чтобы они были резкие, такое значение не стоит ставить. Хотя, ну, в общем-то, резкость очень хорошая на 2.8 объектива. Видно, что вот по краям звезды читаются очень хорошо. Посмотрим дальше. Выдержка 40 секунд. Смазы должны быть еще больше. Сейчас я подниму экспозицию, чтобы мы смогли это увидеть. На 40 секунд. Да, видите, вот уже такие полосочки появляются. Но все равно до того эффекта, о котором я говорил, еще очень далеко. То есть 40 секунд, это ничего. Но, видите, диафрагма F6.4. То есть, смотрите, на 1.4 получилось 5 секунд. Но, опять же, если чуть-чуть поднять ISO, то на 2.8 можно, в принципе, снять и при 5 секундах. И вот это размытие, которое у меня здесь начало идти, то есть это уже не совсем хорошо, при 5 секундах его нет. То есть просто поднять ISO и снять на F2, чтобы получить, ну, очень качественное изображение можно. На 6.4, видите, я закрыл. Пошло размытие звезд. Дальше у нас идет 4 минуты. Смотрим, что нам дают 4 минуты. На 4 минуты следы уже такие ощутимые. Пыль на матрице вот видна. Но все равно, знаете, этот такой результат ни туда, ни сюда. Надо их или уже делать резкими, или, ну, точечки, чтобы все было четко и красиво. Вот этот кадр я поставил 15 минут, с экспозицией, как вы видите, я не угадал. Но мы снимали в RAVI, поэтому до какой-то меры это можно вытянуть. Вот сейчас я опускаю параметры, чтобы у нас было поприятнее изображение экспозиции. Ну, понятно, что этот кадр переэкспонирован, но просто чтобы мы понимали о том, насколько вот получается размытие. То есть, видите, вот эти вот следы, но этого мало. То есть, по большому счету, для того, чтобы получить тот эффект, который я вам показывал, нужна выдержка, но там уже речь будет о часах. То есть, 15 минут явно недостаточно. Если мы это умножим на 4, ну, продлите этот, ну, вот, путь от звезд, умножьте его на 4, все равно будет недостаточно. То есть, чтобы получить вот такой вот прям юлу, как я назвал, ну, может быть, часа 2 надо ставить. Ну, короче, очень долго нужно ждать. А здесь вот, видите, вот этот засвет, то есть небо у нас тут темное, а здесь свет. Дело в том, что там, где-то там вдали стоит фонарь сельский. И вот этот такой мощный пучок света получился, если 15 минут экспонировать кадр от этого уличного фонаря. То есть, вот такие вещи, еще один нюанс просто по поводу этой астрофотографии, если вы хотите все вот так закрутить, это нужно делать, то есть, я и так нахожусь за городом, но если у вас неподалеку село, или если вы находитесь в селе, то это не пойдет. То есть, нужно быть конкретно в дикой природе, там, где нет никаких источников света искусственных. Вот банально один фонарь дает вам такое прям северное сияние. А для получения вот этого прикольного эффекта с завихрением, я говорю, что вот 15 минут явно недостаточно. Ну, поехали дальше. Вот у нас кадр на 12 миллиметров, он пишет, что 21, но это 12. Диафрагму он не записывает, потому что это мануальный объектив. Давайте поднимем экспозицию. Обратите внимание, как хорошо оно тянется, потому что я на базовом ИСа снимаю, ИСа 250. И объектив на 2.0, резкость, посмотрите, какая отличная. Это сам Янг, 12 миллиметров, 2.0. Здесь не очень, но это может быть, кстати, шевеление деревьев от ветра, потому что здесь очень хорошо. 3 секунды все-таки выдержка. Звезды видны, они не размазаны. Естественно, есть уже шум, но я поднял экспозицию на 3 ступени. Но звезд у нас завались. Честно, я глазами не видел вот то, что мы сейчас видим на фотографии. Очень много деталей. То есть мне казалось, что этих звезд не так много, как мы их здесь видим. Ну и винетирование ощутимо. Посмотрим. А, ну это ИСа 400. Я пропущу этот кадр. Это по сути дубли. Смотрите, 6.5 секунд. А, здесь я просто закрывал диафрагму. То есть у меня оно в раве не пишется. Но вот посмотрим на 6.5 секунд. Скорее всего, должны быть... А нет, смотрите. На более широком фокусном расстоянии, то есть там было 23 мм, а здесь у нас, ну это 12 мм. На выдержке с 6.5 этот эффект не проявляется от движения звезд. То есть, видите, звезды резкие. Ну, они как точки. Они не начинают... Ну, эффекта движения нет. То есть, по большому счету, получается, на ширике, для того, чтобы получить этот эффект вращения, вам еще для нее нужно будет делать выдержку. Тут уже прям, ну знаете ли, ND-фильтр хочется одеть. Потому что, ну, видите, на 15 минутах на базовом ИСа слишком много света уже. Но, опять же, если у вас тут есть какой-то лишний источник света. Но вот 6.5 секунд, то есть, вот эти вот следы от звезд, они будут очень зависеть от выбора фокусного расстояния. Там я закрыл диафрагму, но у этого объектива с резкостью все в порядке. То есть, вы можете снимать звезды, как вы видите, на Самьянг 12 мм f2. И диафрагма вам, по сути... Тут я, по-моему, еще больше закрыл дырку. Вот, по-моему, вот это вот движение чуть-чуть началось. Но, так или иначе, там можно и на 2.8 снять. Я не помню, что было. Вот это, по-моему, на 2.8 было снято. Резкость очень хорошая, звезды видны, они не размазаны. Деревья очень резкие. Детализация у объектива очень хорошая, но это фикс широкоугольный. И фокусироваться нужно руками. Но я вам на видео покажу, как проходил процесс фокусировки. Это, в принципе, не очень сложно. Хочу еще показать особенности фокусировки в темноте. То есть, допустим, у Олимпусов, у них есть автофокус сразу по звездам. У меня такой роскоши нет, поэтому я включаю ручной фокус на мануальном объективе. И когда вы приближаете, то видите, что у вас много искусственных звезд в виде цифрового шума. Но вот здесь вот видно одну... Ну, понятно, что это звездочка, потому что она так сильно не мерцает, как эти остальные точки. И, в общем-то, процесс фокусировки занимает, не знаю, 2 секунды. Получаем резкую фотографию без смазов на ИС-400, по-моему, мы на экране посмотрим. Но, по большому счету, на 2.8 можно вполне себе снимать звезды. И все у нас резкое от края до края. То есть, я вот сейчас смотрю листики деревьев. Очень все резкое, детализация очень высокая. Теперь давайте посмотрим, как себя ведет Вилтрекс. Вот я сейчас вращаю кольцо диафрагмы. Вы видите, что он нам пишет, какая у него диафрагма. И это очень прикольно. То есть, мы видим. И еще один прикол, что когда мы вращаем кольцо фокусировки, то мы видим также дистанцию фокусировки. То есть, на объективе нет шкалы, но она есть здесь. Но все равно я сейчас приближу какую-то звездочку. Вот. И наведемся на нее точно. И вот мы видим, что он это видит, как 5 метров от нас. Наверное, 5 световых лет там, но у нас как 5 метров. Так, давайте посмотрим теперь фото с фишая. Вот оно в исходнике. Тут я чуть-чуть крутил, но это чуть-чуть. Сейчас я подниму чуть-чуть экспозицию. И, насколько я помню, это на 2.8 было снято. Но, опять же, мануальный объектив не показывает нам диафрагму. Но, как видите, с детализацией все очень хорошо. 13 секунд, да, это 2.8. Пришлось поставить длительную выдержку. Но хочу обратить внимание, что на фишае, при похожей, там было на 15 секунд, тут на 13, нет размытия от этих звезд, нет следов. То есть, если вы хотите получить вот этот эффект закругления, такой юлый, скажем так, то вам, вы можете взять телевик просто. И не нужно будет ставить выдержки, ну, супер длинные. Ну, как, все равно это будет, я думаю, где-то полчаса нужно. Но на ширик эффект намного тяжелее добиться. Но, с другой стороны, проще получить резкие звезды. То есть, вы можете ставить длиннее выдержку, если вы снимаете на очень широкий угол. Еще мне понравилась фишка. Смотрите, как тянется рапчик. А, это тут, я же убрал, да, блики. Мы получаем фотку такую, как будто бы она днем была снята. Это летний солнечный день. Хотя, время съемки, это уже было около 12 ночи. Но день, но где видно звезды на небе. Конечно, это можно еще там резкость подкрутить. Но вот такая интересная штука. Но в оригинале, конечно, это вот где-то так происходит. Вот такое звездное небо. Потом я поигрался. А, это опять Вилтрекс пошел. Ну, на фиша я там буквально пару кадров сделал. Они похожи очень. То есть, очень важно найти место, где это все будет красиво выглядеть. Потому что я снял так вот. Где получилось, там и снял. И в идеале вдалеке от города, вдалеке от каких-либо источников света. Потому что здесь вот видно, здесь свечение. Это где-то фонарь был там, где-то там на расстоянии. И вот уже видите засвет при выдержке 1.13. Извините, при 13 секундах. И еще пару фоточек на Вилтрекс. Вот 1.4, 6.5 секунды. На открытой диафрагме. Ну, видите, хроматика чуть-чуть присутствует. То есть, для фотосъемки звезд. Но лучше прикрыть до f2. Может быть 2.8. Чтобы было получше. Вот смотрите на f2. По-прежнему есть, смотрите, хроматика. 2.8. А вот на 2.8 все четенько. То есть, можно сказать, что на 2.8 он уже хорошо годится для того, чтобы у вас не было никаких смазов. Причем, видите, выдержка 6.5. Звезды еще не плывут. И мы получаем такое себе звездное небо. Но остается дело за малым. За интересным сюжетом и композицией. То, чего у меня сейчас здесь нет. Ну, я сейчас просто освещаю, скажем так, техническую сторону этого процесса. Что с объективом 2.8 вы можете вполне себе комфортно снимать звезды. Интересно, это комета или что это такое было. Дальше. Что у нас еще? На f4 я снял. Поднимаю экспозицию. Ну, можно было, конечно, иса поднять. Шумит она уже чуть-чуть. Есть такое. Ну, можно это еще подавить шамадалом. Но факт в том, что детализация просто отличная. От края до края. Вот я сейчас край изображения смотрю. Но она уже и на 2.8 была годная. То есть, берете фикс с диафрагмой 2.8. И уже думаете о творчестве. Где-то вдалеке от города. Еще один кадр на f4. Винетирование у объектива очень ощутимо. Можно вот так его убрать. 4.1.8. Ну, на 1.8, вот видите, чуть-чуть нарушается контур звезд. Ну, в общем-то, на этом все. Скажем. Ответ на вопрос я получил. То есть, на Samyang 12 мм 2.0 снимать можно. И отлично. Вот, еще раз покажу кадр. Это на открытой диафрагме. Резкость очень хорошая. Звезды видны. Покупать Fuji с диафрагмой 1.4 не обязательно. Тем более, что 1.4 не идеальна. То есть, я немного тестировал. Лучше, чем здесь, не будет. Будет, скорее, хуже даже. Ну, и 1.4 отнюдь не обязательно вам для этого дела. То есть, если вы хотите, повторяюсь, но если вы хотите, чтобы звезды были резкими, возьмите широкоугольник. Если хотите получить эффект размытия, то нужно взять какой-то телевичок. И вот этот вот эффект, который у меня здесь за 15 минут, я только-только начал его получать. Но на телевичок будет проще добиться вот этого вот эффекта. То есть, надо взять, не знаю, там 50 миллиметров, 85 миллиметров. И звезды поплывут намного быстрее. Ну, на этом все.